Блин, а почему все экскурсии начинаются так рано? Ну да ладно. Сегодня у нас в Анталии пасмурно, кратковременно дождь. Но мы сегодня отправляемся на знаменитую гору Тахталы. Прокатимся на подъемнике. И вверху нам обещают снег. И температура где-то минус 10 градусов Цельсия. Ну что, поехали смотреть. В общем, съездили мы на эту экскурсию, друзья. Сейчас я вам все расскажу. Итак, от Анталии у нас был микроавтобус. На микроавтобусе добираться где-то, ну, час 20 мы ехали. Причем еще, конечно, плохая погода. Всю дорогу поливал дождь. А где-то с полдороги, наверное, начался просто такой ливень, такой потоп начался. Что мы, ну, наверное, скорее всего, ехали помедленнее, чем должны были. Но все равно за час 20 мы этот путь одолели. Находится это под Кимером. Можно сказать, вообще недалеко от Кимера. И сразу скажу, что если вы живете где-то поблизости, добирайтесь сами. Потому что мы за эту экскурсию заплатили 45 долларов, 25 долларов, из которых это была плата за подъем на подъемнике. А остальные 20 это трансферы и плата Гиду. Гид особо нам такого ничего не рассказал. Просто рассказал, что греки называли эту гору Алимпус. А потом турки ее переименовали Тахталы. И в переводе это обозначает Тощий. И, в принципе, вот с этой информацией мы и приехали непосредственно к подъемнику. Какое же наше было удивление, что около подъемника, то есть это уже где-то в районе 500 метров над уровнем моря. Потому что мы еще по серпантину на этом микроавтобусе поднялись как раз где-то на метров на 500. А сама гора, напомню, 2-360 метров, если быть точным. Вот. И мы вышли из автобуса, и, к нашему удивлению, дождя там нету. А так мы ехали и переговаривались. А что мы там сейчас будем делать? А что там смотреть в такой ливень? Что мы там увидим? Ну, у нас вроде бы успокаивали. Говорили, что мы сейчас на подъемнике поднимемся сквозь облака, сквозь тучи. А там наверху уже будет, ну, не солнышко, а, сказали, ну, более-менее спокойная погода. Ага, да. Ну, все по порядку. Подъемников всего 2. Один вверх ходит, другой вниз. То есть, находятся они один вверху, один внизу. И вмещает он порядка 80 человек. Не порядка 80, а как там написано, 80 плюс 1. Ну, это, который с нами едет, как его назвать, я не знаю, машинист, не машинист, который контролирует все эти подъемы. Если что, телефон у него, там, рация и так далее. Грузоподъемность, короче, 6,5 тонн. Подъем занимает, я засек где-то, ну, ровно как и спуск, 13, где-то 14 минут. То есть, это быстро. И какое было разочарование, когда мы начали подъем. Да, все было красиво сначала. Но когда мы въехали в облака, стало ничего вообще не видно. И так мы из этих облаков и не вынырнули, как говорится. Приехали, облачно, ничего не видно. У нас должно быть время, один час свободное время, пофотографироваться, там, по видео поснимать. Сразу же там есть кафе, сувенирные лавки. Все это здание четырехэтажное. На длевое прибывает непосредственно этот подъемник. Внизу, на нижнем минус первом этаже, это туалеты. И уже второй этаж, это, ну, тоже там всякие кафешечки. Третий тоже кафешечки. И выход на крышу, тоже на смотровую площадку. И правда ли классная погода? В общем, мы вышли, ветер, сказали нам минус 4 градуса, но ветер был такой силы, и даже снег подымал, что очущалось, ну, не меньше минус 10. В общем, мы 10 минут кое-как на этом ветру пофотографировались, поснимали, и быстро все забежали в кафешку. Но так как подъемник ходит по времени, то по-любому нам оставалось ждать еще час. В общем, что мы посидели в кафе, постояли, и сейчас через полчасика обратно домой. Все устроились в кафешках, стали пить кофе, подключили бесплатный Wi-Fi там есть, начали лазить в телефончиках. Вот так и прошла, в принципе, наша экскурсия. Да, потом ребята посмотрели, сказали, чуть-чуть тучи развеялись. Мы выбежали опять буквально на 10 минут, поснимали то, что вот прям развеялись. Буквально они как раз на эти 10 минуты развеялись, мы чуть-чуть поснимали, и опять все затянуло облаками. Все, мы дождались своего времени, спустились вниз, сели в автобус и поехали. И прям сразу, как мы спустились по этому серпантину, опять зарядил такой ливень. То есть на горе его не было, а внизу такой ливень зарядил, что просто вообще... Что я хочу сказать? В общем, кто хочет посмотреть красивые виды, красивые фоточки хочет сделать, потому что должно быть это совсем быть по-другому, надо ехать только в хорошую погоду. Но опять же, в январе, вот сейчас, вне сезона, хорошей погодой, наверное, тяжело будет поймать, хотя у нас вот три дня, ну как три, она была переменная облачность. То есть тяжело поймать, когда на горе будет хорошая погода. А летом, летом и в сентябре, там осенью, да, наверное, хорошая погода, но не будет снега. Ну, а что вы, в принципе, снега не видели? А так, пейзаж, да, очень красивый. То, что мы, то, что вот увидели, в принципе. В общем, это была самая, наверное, короткая экскурсия. И, наверное, самые, наверное, бездарно потраченные деньги на эту экскурсию. Так что ловите хорошую погоду, если едете на эту пору. А вы не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, дизлайки, если не понравилось, колокольчик поставьте, чтобы не пропустить, и активно комментируйте. Будет еще много-много хороших роликов. Все, всем удачи, пока! Субтитры сделал DimaTorzok